Вот уже 150 лет школьники бегут по этой дорожке за знаниями в свою родную Перхушковскую школу. Она уже расширилась и не отапливается углем, как раньше. В ней созданы все современные условия для обучения ребят. Но какая-то теплая домашняя атмосфера сохранилась в ней по сей день. В 1843 году при храме в Перхушково была создана церковно-приходская школа. Спустя 30 лет наличные средства купца Филиппа Жилкина в размере 500 рублей для обучения построили отдельное здание. Оно было деревянное, маленькое, состояло из одного класса. И в этом же классе жил учитель за перегородочкой, он учил детей. И построена эта школа была всего для девяти крестьянских детей. Учеников становилось все больше. В 1910 году из толстого царского кирпича возвели каменный корпус. В нем и дополнительные пристройки, возникшие позже, дети обучаются до сих пор. 35 лет посвятила школе Наталья Николаевна Кострикова. Помнит, как каждое утро приходилось отапливать школу углем. Это была такая беда, потому что в школе было очень холодно. Привозили зимой уголь в перемешку со снегом, с пылью. И очень трудно далось строительство котельной газовой. Память о 150-летней истории школы, о его директорах и учителях, хранит небольшой музей. Одна из них – педагог Нина Васильевна Панасенкова. Стаж 58 лет. И несмотря на то, что она ушла на пенсию, она приходила в школу, когда кто-то из учителей заболевал, она приходила на замену. И несмотря на то, что уже была в преклонном возрасте, дорогу в школу не забывала. И дети ее очень любили, уважали за это. Как и других учителей родной школы, каждый из них внес свой вклад в ее развитие. Более подробно об истории создания Перхушковской школы и учителях смотрите в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».